Вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина. И много людей голосовало за поправки Конституции. А вот и рывки с прорывами подвезли очередные. Накануне стало известно, что Фейсбук заблокировал аккаунт Рогозина на сутки за нарушение норм сообщества, а точнее за подростковое хамство нашего недочиновника в адрес экс-посла Соединенных Штатов уже следующим утром в понедельник радостных новостей добавилось. Российских специалистов исключили из состава экспертной группы по лунной программе «Читай России» исключили. Хотя чего я слова-то подбираю «Выкинули». Вот это поворот. Теперь действительно можно называть вещи своими именами. Прости, Юра, мы все проебали. Ну как мы, эффективные путинские менеджеры, которые на повестку оказались большими специалистами только в одной области. В области написания херни в соцсетях, ну и в области вселенского вранья. Еще это я уже от себя добавил. Ой, ребята, знаете, есть такой старый анекдот, классный, когда инопланетяне закрыли в герметичной комнате русского землянина. В комнате ни окон, ни дверей, ни щелей, ни мебель абсолютно пустая. Ага, и дали этому русскому два цельнометаллических шарика. Хотели посмотреть, что он делать станет. Так вот, по окончании эксперимента выяснилось, что испытуемый один шарик сломал, другой потерял. По-моему, это как раз вот про товарища. Итак, начинаем. Ну и давайте, наверное, к главному вопросу, который уже даже меня начинает волновать, куда постоянно пропадает Путин. Мы об этом как раз начинали накануне с моим коллегой, журналистом Артемием Троицким. Ответа, впрочем, так и не нашли, а мне действительно интересно, где бывает российский президент. Грандиозный скандал с задержанием Навального, который, по сути, сделал из оппозиционера политика номер один в России, Путина нет. ФБК публикуют фильм «Разоблачение», в фильме Верховного впрямую обвиняют в коррупции шум до небес. Весь мир на ушах расследования становятся рекордсменом по числу просмотров в Ютьюбе. Зарубежные телеканалы переводят кино на национальные языки, транслируют по телевизору, как, например, случилось в Польше. Путина снова нет. Ну, вот этот вот вчерашний мультик не могу расценить, как внятный и серьезный ответ. Не смотрел этого фильма просто за отсутствие свободного времени для просмотра такой информации. Но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. А так все последнее время на публике появляется какой-то Песков. Он что, президент у нас, что ли? Наверное, есть такой дворец. В Генеджаке все говорят, что действительно там есть огромные объекты и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект. И, наверное, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, они вольны владеть любыми объектами. Но при чем здесь президент? Пескову вторят сумасшедшие халуи от лживой российской пропаганды именно сумасшедшие. Потому что я не могу, например, назвать здоровым человеком вот это. Послушайте, что оно несет. Прежде всего, самому Путину по жизни роскошь как таковая не нужна. Для него это не круто. Ему точно некогда играть в машинки, сидеть в домашнем казино и курить кальян. Путин вообще не курит. А отдых для него другое. На свой день рождения, например, он может уйти в тайгу, облачившись в одежду лесника. Или отправиться в глушную рыбалку. У меня, вы знаете, пасынку 10. Но даже он уже таких дешевых ясельных отмазок не лепит уж тем более. И не посылает друзей поплакать от его имени. Нашкодил, попался, терпеливо переносит все тяготы и лишения, последующие за этим ответственности. А тут взрослый человек, претендующий на звание лидера нации на минуточку. Называющий себя президентом великой страны. Блин, да будь ты мужиком, выйди к людям, скажи что-то внятное. Че ты прячешься? Это реальная журналистика. А на сущном сегодня поехали. Да, ребят, да, главнюк именно прячется. Во всяком случае, такой вывод напрашивается в данной ситуации. Ну вот еще вам, пожалуйста, конкретный пример. 19 января 2021 года. Православные отмечают один из главных церковных праздников – крещение Господня. По традиции пропагандисты показывают и купание в проруби царя. Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Местом для окунания он выбрал один из водоемов в Подмосковье. На опубликованном видео Путин трижды крестится и окунается... И вот ведь незадача. Оказалось, кадры, что продемонстрировали россиянам, ну где главнюк в прорубь ныряет, сделаны два года назад. То есть это архив. Ни в какую прорубь. Владимир Владимирович не нырял. Получается, нас тупо развели, обманули. Кстати, после того, как в Рунете оборжали данную ситуацию, были зачищены все публикации от 2019 года, касающиеся соблюдения Путиным крещенской традиции. Попробуйте на том же Ютьюбе или в государственных СМИ найти статьи, видяшки о тех самых купаниях. Их нет. Есть 18-й, 20-й, есть 21-й, а 19-й куда девался? К слову, не обратили внимания, что и крестится человек неправильно слева направо, хотя нужно наоборот, и его кликут цветы их. Скрипоносцы причислить мечтают, ну да мы отвлеклись, еще немного вас порадую. А вообще в курсе, сколько стоит такая вот процедура по зачистке интернета? Поспрашивайте у знакомых компьютершиков, это действительно возможно, но это очень дорого. И вот теперь изюминка на торте, как думаете? За чей счет-то ребятишки зачищались? О школе, да, вы мечтали в своем поселке, а вы в своем, о больнице, простите. И нет, на те бабки почистили, будьте здоровы, живите богато. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. С другой стороны, друзья, как там сказал главнюк недавно, хотели бы отравить, отравили бы. Я к чему это? А к тому, что люди-то ведутся. Вот не хотели бы верить в данный бред, не верили бы, но ведь и верят. Причем, чем большую ахинею им втюхивают, тем охотнее народ на эту ахинею ведется. Будто просят, дайте нам еще ту хрика, нам очень нравится. ПРУФы, да пожалуйста. Все ведь, наверное, видели вот эти вот кадры, как во время протеста в Санкт-Ленинграде здоровенный бугай-омоновец чуть не покалечил 54-летнюю женщину. Вот. У нормального человека данный фашистский, не побоюсь этого слова, поступок откровенное негодование должен вызвать. А что эсэсовцы втирали Ване дураку после через пропагандистские СМИ? Ведь терли, Ваня отскавал. Я напомню, у женщины легкая травма, вообще никаких проблем она в сознании. Чувствует себя великолепно. Это дурной сон какой-то. Тетку со всей дури, ногой в живот, женщину. Да так, что она летела чуть не три метра, головой ударилась при падении, очевидно, еще и сотряс. Заработала, но деградантов оно в принципе не парит. Как будто бы так и должно быть норма же. Че? Про дальнейшее развитие событий и вовсе говорить не хочется. Я имею в виду вот эти вот. Постановочные кадры, где фашист приходит, типа с извинениями. А пострадавший, ой, сынок, да ты что ж, я аж обиды-то не держу. Противно, честное слово. Обидчика я простила, потому что я понимаю, что молодежь наша в трудном положении. Я не держу зла. Я православный человек, я прощаю всех. Действительно, чувство такое поганое. Даже копаться в этом дерьме не хочется. Не буду я это комментировать. И еще немного бреда под занавес. Олигарх Герипаска предложил приравнять госизмене действия людей, которые провоцируют введение санкций в отношении России. А теперь предлагаю внести полную ясность на пальцах, как я люблю. Насколько я понимаю, речь опять идет о Навальном и о его расследованиях. В смысле, Навальный в данном случае имя вообще нарицательное. Потому что не только о нем, но и о базе. О новой газете, о медиазоне и даже обо мне. То есть о всех тех, кто рассказывает вам о ворах, окопавшихся во власти. О том, что бандиты это бандиты. А бандитов затем карают иностранцы посредством санкций. Поскольку в нашей-то стране закон отсутствует. Вот так вот, Герипаска предлагает считать всех нас госизменниками. Представляете, да? Не Рогозина госизменником считать, бездарные действия которого в конце концов привели к ситуации. Когда Россию из лунной программы вышвырнули. И не подорвавших обороноспособной страны Васильеву Сердюковым. Эти тоже не госизменники. А вот те, кто рассказывают о бупырях, вот они родине изменяют. Оказывается, хотя знаете, что меня пугает больше? На самом деле, дебилы, завтра скажут, да, так будет правильно. На полном серьезе стадо даже с удовольствием проголосовало бы, наверное, за такую инициативу. Все, устал на сегодня. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Подписывайтесь на оба наших канала. Друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем и обсудим. А я за всем. Спешу отхланяться пока. Пока.